Привет, смотрящие ты на канале Криптостолица! Меня зовут Екатерина и сегодня я расскажу тебе о самых классных событиях, которыми запомнилась эта неделя. Сооснователь фаундстарт Global Adversus Том Ли убежден, что к концу 2018 года первая криптовалюта все-таки сможет достичь отметки в 25 тысяч долларов за штуку. Он отметил, что биткоин не обязательно должен демонстрировать ежедневный рост, чтобы добраться до этих значений. Цитата «Помните, что 10 самых производительных дней отвечают за всю принесенную биткоином прибыль?» Конец цитаты подчеркнул Том Ли. По-моему, это замечательно, когда акции твоего предприятия скачут вверх. Это говорит о его надежности. «Нет ни малейшего основания для беспокойства. Я наводил справки. У тебя все окей, мой мальчик». Около 200 тысяч нидерландских школьников сдали тестирование, где среди прочих математических задач были вопросы о криптовалюте. В частности, сдающих тестирование просили подсчитать, в каком году количество биткоинов превысит 18 миллионов, с какого года вознаграждение будет составлять менее одного биткоина, какое максимальное количество биткоинов может находиться в обороте, ну и так далее. Подобные вопросы, вероятно, были включены в тест, благодаря тому, что власти Нидерландов изменили свою позицию по отношению к цифровым валютам. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Понятно? Нет! Зайдет свою! А что там у украинцев? Сотрудники национальной полиции украинского города Ровно около четырех месяцев занимались майнингом криптовалют. Примечательно, что майнинг фермы обнаружили в одном из зданий, используемым отделением полиции и Ровненским ГУНП в области. Теперь полицейских обвиняют в краже электричества для добычи криптовалют на рабочем месте, при этом ни количество потребляемой ими электроэнергии, ни название добываемой криптовалюты не уточняется. Пан Атаман нанима золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться в разные стороны. И правильно делают. Ишь так дальше пойдет, я тоже разбегусь в разные стороны. Мавроди с того света анонсировал раздачу токенов Мавро. Сегодня в официальном твиттер-аккаунте Сергея Мавроди появилась запись об обмене старых билетов МММ на токены Мавро в новом Мавро-офисе. Запись твитта начинается со слов, цитата. Ну что ж, отдохнули и хватит, конец цитаты. Кто его опубликовал, до сих пор неизвестно. Вскоре в профиле появилась и еще одна запись, в которой анонсируется открытие 20 новых офисов. Напомним, Сергей Мавроди скончался два месяца назад, 26 марта этого года. Куплю жене сапоги. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте уведомления о новых видео. Меня зовут Екатерина, и мы встретимся с вами через неделю.